Послание апостола Павла к римлянам. Но ныне умершие для закона, которым были связаны. Мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по верху и духу. Послание к римлянам, это и послание к нам. И вот согласно только одного этого стиха, человек может, исследуя себя, увидеть, что изменилось с того момента, как он обратился к Богу. Не тогда, когда стал ходить в храм. Храм может каждый день. И оставаться таким же, каким был. Даже ничего не нарушая послушным, исполнительным, соблюдать посты. И все это по верхой буквы. Апостол Павел, говоря о самом себе, говорит, что он был по правде законной, непорочной. И мы в это верим. Он полисеет, полисеет, с колена Вениамина, он восьмой день обрезанный. То есть крещеный, по-нашему сказать, с детства. С родорелигиозной, православной семье родился. Так бы сказали. И когда ты с человеком с таким встречаешься, видишь, что человек этот очень богобоязнен, очень верит в Бога с детства. Но все по ветхой буквы. И апостол это осознал только тогда, когда встретился со Христом. Вот сегодня канон Троицы. Сегодня все храмы украшены веточками, под ногами трава. А что это означает? В обновленном это духе или по ветхому? Вопрос-то надо все время везде ставить. Что это означает? Что богатый урожай есть, чем коров кормить? Это напоминание о том, что Израиль некогда вышел из Египта, и они в шатрах находились в пустыне. Может, об этом говорить? День Пятидесятницы, а это день Пятидесятый после Пасхи, напоминалось, что священник выходил перед народом и выносил с ног. Хорошие колосья были набраны. Он брал его, колосья шумят, и трес ими. Это с ног потрясание был. Иоанн Батаулт говорит, вот как шумели, колосья этих, когда священник брал, подходил к алтарю, трес и говорил, Господи, благодарим Тебя, сколько же пшеницы Ты нам дал. Благодарим Тебя, что грязная эта земля чудный хлеб дала. Сколько у нас сегодня радости будет. Вот так Дух Святой потряс вселенную. Все народы, которые пришли на день Троицы. Я на сегодняшний день перевожу. На день Пятидесятницы. Из каждого народа избрал эти колоски. Вот это в обновленном духе. А то, что веточки, березы, все, только напоминание. А если бы это не украсили, да никакого отношения нет. Меньше мусора было бы. Только так и понимать надо. Верхозаветнему Израилу прямо было указано жить в шатрах, определенный день, приносить с ног потрясания, потрясли, а потом, ну потом обмолотили и съели. Ну можно поставить его как на выставке достижения народного хозяйства страны. Смотрите, какой высокий урожай. Не 14 центров с гектара собираются, а 114. Вот такие урожаи, говорят, бывают. Ну я думаю, это сказочные просто. 60 это нормально вынищаться. Апостол Павел говорит так. Мы освободились от того закона, ветхого, чтобы служить Богу. Мы слово-то служить Богу совсем не знаем, если не считаем Священное Писание. Слово служить означает пойти в армию. А что? Да в армии служит, сынок мой. А еще священник служит в алтаре. А что мы пришли сюда, это никто не говорит служить. А я был на службе. Служба на самое явление богослужения. Я был на службе, а то я ранее отстоял. На ранее был. У нас все слова говорят о том, что мы ветхозаветние. Обрядовецы. Нам кажется, что старые обрядцы, старые обрядцы. Да мы точно такие же. Если за этим ничего не видим. Апостол Павел сегодня призывает нас служить Богу в обновлении духа. Если мы этого не знаем, апостол Павел зря слова сказал. А эти слова на суде Божьем придут и будут роковыми для нас. Обратился ты или не обратился? Ну люди обратились, скажут. С кем разговариваешь? А я обратился. Когда ты обратился? Ну и начинает говорить, где это? Мама водила в храм. Это не обращение. Это побед Хайбук. Я знал, что есть ад. И там страшный огонь. И я в пионерах не был. Я посты соблюдал. Я про себя говорю. Но это все ветхая буква была. До момента, пока в руки мне не попало Евангелие. И я не стал читать. И не увидел, что за меня умер Христос. Что Он проймел святую кровь. Что Он на сороковой день вознесся. И послал Духа Твоего и своего святого. Вы никогда не задумывались. Вот почему береза женского рода. Клён дуб мужского рода. Но мы скажем, как принято в народах. А в немецком языке, там может быть, это и другого рода. Но Бог всегда был мужского рода. Бог отец. Какого рода? Мужского. Бог сын. Мужской Бог. Дух святой. Мужского. А Троица друг женского. Вот задумайте так. Троица это женского. Кто это придумал? Говорят, вел Божен Августин. Может переводчики не могли. Хотя у Бога есть имена такие страшные, правосудие. Строго взыскивающие. Почему можно назвать Троичный? И слово Троица здесь бы было и мужского рода. Но этого не было. Но никто и не задумывается. Троица, а Троица женского рода. Женского рода на небе нет. Значит, мы должны мысленно делать повороты и говорить. Тут что-то не так, но мы верим на святую Троицу. Это для феминистов просто находка. Что они указывают на это и говорят. Тогда и Бог, и он, и она. Пишущий вискер, и он, и она. Тут уже идет сплошная ересь. А задуматься есть о чем. Еретики, такие как егаристы, говорят. Сошла сила Духа Святого. Это не третья лица Троица. Они здесь ошибаются. Сошел Дух Святой. Дух Святой договорил. И найдет сила Духа Святого. Сила в Духе Святом. А в чем она закричалась? Ну вот до Троицы. По ветхой букве все еще и апостолы по ветхой букве жили. До дня Пятидесятницы все еще по ветхому завету шло. У них нет ничего, совершенно на его заветнем. И в день Пятидесятницы они Духом Святым, просвещенные орденами и языками, которые на них почил. Они, движимые этой силой, пошли в мир. Ноги, больные, не больные, все ноги задвигались, все пошли в мир. По всему миру разлетелись в тенцы Петрова, говорит, гнезда. В тенцы Духа Святого. Вот это в обновлении Духа. Если бы они по ветхому завету рассудились, значит, к кому я пойду? Языка-то бы не знаю. Переводчика нет. Остановиться ночевать не егде. А кто будет кормить? Это все по ветхому человеку. По новому заветному Духу. Ничего этого не надо говорить. Мой Дух во мне свидетельствует. Я Дитье Божие, и Бог остальное берет на себя. И вдруг заговорили на разных языках. Он идет к Ифиопу. Ни одного слова не знает. Заходит и говорит чисто по-экиопски. Его никто не может отличить. И свидетельствует о силе Господа. И слушавшие сразу же, при том сразу, получают Духа Святого. Ни в крещении, ничего не было. Да крещение, что удивительно это. А после этого получают крещение. У нас наоборот. Потом, когда крещение уже закончилось, выходит человек, батюшка помазует, примет и печает дар Духа Святого. Ну в доме корнили. Это помните. А я как мог препятствовать крещению, не преподать Петр, если они получили Духа Святого, как мы? Вот что значит в обновлении Духа. Скажи, ты хочешь в обновлении Духа? Посмотри, суббота. Потеряются тяжелые люди. Некоторые не умерли они. На неделе похором не было. Некоторые нет. Почему? Один раз не пошел, другой раз легче. Четвертый, вообще не пойду. Я долго бился. Из каждого дома хоть один человек. Приходят дети. Благодарение Богу. Но если вы дальше будете считать, стих там написано, проклините мирос, ибо они не пришли на помощь Господу с храбрыми. Дети не просто должны прийти, а на помощь Господу с храбрыми. Отправляя ребенка в храм, вы ему говорите, я не могу пойти. Причина какая? Корова тюнилась. Я не могу, потому что у меня дождь скоро будет, и у меня пшеница наполит. Но ребенку накажет. Ты несешь ответственность для своей семьи. Ты идешь на помощь Господу с храбрыми. Ты его так настроишь, чтобы он зашел сюда, молился за троих. А не просто пришел, он был и отметился. В обновлении Духа человек ждет, когда будет храмовое служение. Он радуется. А у нас так сказал меня, говорю. А ты сказал, если человек говорит. Если ты почувствовал, что не называя имен, тебя коснулось, ты должен поблагодарить Бога. Господи, как ты незримо меня поворачивал сегодня. А тут не так. В общем, это уже обошло в привычку. Если сказали, это опять про меня, говорили. Это опять про меня. Это ветхий человек тебе говорит. В обновленном Духе человек только Бога благодарит. Господи, ты меня не отверг. Ты снова Духом Святым коснулся моего сердца. Вы знаете, что такое храм? Храм, где собираются дети Божии. Есть такое же те Святого Протерия. Ну, просто я говорю, как есть. Можете верить? Нет, это не из Библии. И у него были боли в животе. Какие боли? Он, говорит, пост на четвереньках. Он ходить не мог. Это очень интересное житие. И когда он шел, внезапно увидел Голгофу. И видит Господь висит, и Христос говорит разборнику. Сойди, коснись его. Нигде в вашем житиях такого нет. 1173 жития обычно стреляет Господь, Богородица. А здесь разборник с креста. И он встал, приходит в храм, все на него смотрят. Это тот ли самый, который больной ногами стал, скакал, ходил. Что значит храм? Ваши животы Господь бы излечил. Они бы и тоньше стали животы, и болеть не стали. Возьми для себя это. Это шел в храм. И скажи, святой Протерий, ты пример хороший дал мне. Протари мне дорожку в храм. Помоги мне так же пойти. В этом обновлении духа будет. Послание к Титу 3.5. Апостол Павел говорит, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баня возрождения и обновления святым духом. Баня вождения это крещение и обновление исполнения духом святым. Крестится каждый за своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар святого духа. Не просто в воду зайти, а молиться, Господи, осияй меня духом святым, чтобы с сегодняшнего дня у меня все было в обновлении духа. Не важно, какой пост буду занимать, буду я женат и замужний, все это не имеет никакого значения. Богу надо довериться. Ты Богу доверишься, Бог как-то это все выведет с тебя на прямую дорогу к Духу Святому. Если Духа Святого нет, эту фразу подставляйте все время. Кто Духа Святого не имеет, тот не его. Так я же в храм хожу прищищаюсь. Кто Духа Святого не имеет, тот не его. Никто не прищищается. Прищищается весь мир. Прищищается и Бога не имеет, и Христа не имеет. Кто Духа Святого не имеет. Вот сегодня даже пойти из храма, люди это знают. Им тысячу лет это не говорят. А если бы говорили, эти люди пошли бы, революции бы не было, священников бы не подгребали, не убивали. А в конце концов пришла расплата. Бог вымыл Россию всю. Говорят, было 180 тысяч священников. Сейчас данные. 150 уже в 20-м году было уничтожено. Тысяч. Просто собирали по окрестности. И не власть никто, а красные партизаны. В подварах, а потом увалили. Лопатами обрубили. Чурками били. Земля вся колыхала, засыпали. Я привез в газеты, чтобы это посчитать. Я сожалею. Я без слез не мог считать. Но в конце я говорю, мой Бог Иегова знает это все. Он выдал Россию заново с новым начальством. Потому что не заботились иметь Духа Святого. Не служили в обновлении Духа. И Бог этих священников, может быть, и в раю уже держит давно. Но он их, однако, убрал. И мы просто так не можем думать. Ну ладно, там белые как-то не могли. Красные похитереи оказались. Не в белых и в красных. Все в Боге. Без Бога этого не было бы. И революции не было. Псалом 50-й, 12-й стих. Мы поем. Сердце чистое. Сотвори во мне, Боже, и Дух правый. Обнови внутри меня. Обновленный Дух. Каждый готовится навстречу с Господом. А может, завтрашный дня не будет. И вот по этому дню закончится моя жизнь. И Бог будет спрашивать. И Дух правый. Правый Дух тогда, когда ты на своем не настаиваешь. В любом вопросе ты спрашиваешь Господи. А как ты сказал? У нас вопрос так не ставится. А как Господь сказал? Вот у нас Святая Библия лежит на аналое. Когда в последний раз открывался? Если ты скажешь, я сегодня уже несколько раз открывал и справлялся. Блажен ты будешь у Бога. Это Дух Святой побуждает. Сатана в Библии людей не допускает. Он ведет их окольными путями. И в храме Сатана не дает проповедовать. Сатана. В алтаре Сатана не дает священникам проповедовать. Это же есть Святого Антония. Когда спросил, а разве ты бываешь на службе? А Сатана ответил, я бы и литургия нет без меня. И с этим приходится согласиться. Действительно, так а если бы было, где Духа Святого нет, те не его. Значит, и вся церковь, где Дух Святой не действует, проповеди не его. Хотя мы можем говорить, да, благодать действует. Ну, так уже понятно, говорят. А где она действует благодать, когда ни одна душа не возвращается? Псалом 103, 30-й. Пошлешь, Дух твой созидается, и ты обновляешь лицо земли. Вот бывает на севере большой мороз, погибут многие звери, и вдруг опять кто-то появляется. Птицы погибают, даже дикие. Бог обновляет лицо земли. Псалом Эфесянам. 4, 23. И обновишься Духом, обновиться Духом ума вашего. Не просто диплом получить, а Духом ума. А в школе это не пропадают. Бывают курсы усовершенствования. Человек едет, повышает свой уровень. А обновление Духом ума. Ни одного учреждения нет у нас в православии тысячи лет. А так же собрали. Сегодня у нас собрание. Что? Обновляться будем Духом ума. А, считая Слово Божие и сравнивать, не сходится. И здесь не сходится. Объявляют пост, среди дня не пить и не есть молиться. Обнови, Господи, чтобы эта ржавщина ушла из молок. Первое еще называется. Иезекииля 13, 18, 31. Отверните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать в дом Израиля? Если новый дух не созидается, новое сердце, это смерть. Потому что Господь говорит, зачем вам умирать? В этом состоянии это смерть. Духовный все рассматривает с позиции вечности. А как скажет Слово Божие? А что об этом скажет Господь? А поэтому мое мнение, самое хорошее, оно может быть тошнотворным, оно не нужно совершенно. Его надо смирять со Словом Божьим. Если по Слову Божьим, то стой твердо. Иезекииля 3, 6, 26. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Выходит, сердце каменное не воспринимает. Ты решай, как ты сейчас слушаешь. Ты хочешь иметь обновленный дух? Скажи, в день про тебя обновляюсь. Прошу тебя, Господи. Вода твоя да сбудется надо мною. Деяние 2, 17. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши. Когда ваши юноши пророчествовали? И залью. Где он, это дух святого? Где они пророчествуют? Пророчествуют проповедовать. А за ними надо смотреть, хулиганье растет. Безобразно считает, как ты хоть от них голову отвернули, они уже вытворяют такое, что безбожье какнет. А если бы это вопрос так и стоял, каждый день мы думали, как мой ребенок пророчествует, как он в школе свидетельствует. В школе. Куда мы не отправили, в институт, где-то. Верующий человек все по-другому рассуждает. Сейчас государственный закон принят, альтернативная служба. В армии можешь пойти, но без принятия присяги, оружие будете не брать. Ты верующий. Но служить придется дольше, за больными ухаживать, не год служить, а два, допустим. Очень здорово, об этом можно было только читать. Но в этом тоже есть минус. Духовный человек видит. Ты говоришь, раньше наши брали, с ними обращались плохо. Но брали одного в армию, нам ходило, что 3-4 человек с ним уверовали. Теперь нам в армию не попасть туда. Верующих сажали, это плохо. Какая свобода. Но находясь в тюрьме, я свидетельствовал. До начальника милиции мог добраться. Меня вызывал начальник, режимно-оперативный работник. Сегодня я даже, работая в тюрьме, не могу туда попасть. Мне камерный уход закрытый. Я вспоминаю, как мне говорят, если вы молились, вчера, говорит, 7 человек встали на колени с вами вместе в тюрьме. Молились в Ташкенте. А сегодня ни одного нет. Как будто свобода, но за этой свободой упрога. За этой свободой яма. Значит, я должен то компенсировать другим здесь. Потому что бежеведи живут во грехах, они живут как в тюрьме. Пойти в соседнее село, все время работать и работать надо. Это в обновлении духа. Деяние 18.25. Он был наставлен на час как путь Господний. И горя духом говорил, учил о Господе правильном. Зная только крещение Иоанна. Это ополос. Я вот один сидел, все размышлял. Знаю только крещение Иоанна. Даже о христе не знал ничего. И однако шел и проповедовал. У себя правильно. Он не знал даже, что Христос умер, кровь пролил. И он шел и свидетельствовал. Как можно молчать, когда ты это все знаешь? И горел духом. Почему? В нем горел уже дух до крещения. И он шел и свидетельствовал о ополосах. И он настолько велик будет, что люди разделятся. Я ополосок, я павлов, я кифен. Мог соперничать в послаже своей с Петром. С верховными апостолами. Больше не один. И благодаря чему? Ни грамоти, ничем. Обновленным духом. Когда Бог обновляет душу, в душе все время горит пламень любви. Как бы другим сказать о Господе? Как этих детишек привезти к Господу? Римлянам 8.15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Мы приняли духа усыновления, которым называем Алла Волочи. Последний раз дома как бы называли Алла Волочи? Последний раз, когда священник молился Алла Волочи, на сцене выступает Высоцкий и поет Алла Волочи. Вот чудо-то где? Арифископ ни разу не сказал Алла Волочи. А это обновленный дух взывает Алла Волочи. Никто даже не знает. А Павел говорит, и только дух святого еще не знает взывает. А в молитве у нас даже ни одной молитвы нет такой, ни утренней, ни пещерней. В виде сам. Обновленный дух должен подсказать. Исход 23.25. Служите Господу Богу нашему. И Он благословит хлеб Твой и воду Твою. И отвращу болезни от Тебя. Только служи. Слово служи говорит, будь верен, слушай внимательно, что скажет Господь, и старайся исполнить. Это служение. Это не храмовое только служение. Второзаконие 28.47. За то, что ты не служил Господу Богу Твоему с весельем и радостью сердца. При изобилии Твоего. От Него все говорит Господь. Вот тебе и много скотины, по твоей пашне. Бог говорит, ты с радостью и весельем не ждал храмового служения. От Него все, ничего у тебя не будет. Вы так подгадываете все, работаете в три смены, чтобы в субботе быть свободным. Особенно сейчас. О правоспрощении мы не говорим. Там канун. Три раза не было, человек отмечается. Матфея 4.10. И говорит Христос ему, отойди от меня, сатана. Ибо написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, и одному Ему служи. А как Господу служить? Вызывайте детям вопрос. Скажи, ты Господу служишь? А ты ребенок уже должен знать. Сектантские дети все знают. Если ты служишь, как служишь? Пошел в школу на радость учителю? Пришел в школу на радость родителям? Когда он пришел ребенок из школы и сказал, сегодня я узнал еще новое, где прославляется мой Господь Христос. Мне так хочется поблагодарить и помолиться. Вот это духовное состояние. Вы детей на эту сторону клоните, проверяйте их. Ты что сегодня нового узнал, за что Бога прославить? Он не знает. Подложи ему добрую пищу. И так ты что изучал сегодня? Такие страны, такие двери, это все Господь взял. Давай поблагодарим Бога, что есть лев, есть леопард, есть Африка. За все сказки Бога. Это в обновлении духа. А по весам он ответил на пятерку, щеголял, сел на велосипед и поехал. Он и знать ничего не знает. Потому что он встретился с неверующим, он ничего сказать больше не может. Что в Африке жираху, это любой неверующий знает. Но что это Бог сотворил. И что все это для человека, чтобы он славил. И как дивно все устроено, неверующие этого не знают. Вот это обновленный дух во всем видит руку Тарца. И во всем видит призыв другим сказать о Господе. Макфея 6,24. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другого не родить. Не можете служить Богу и мамоне. У нас получается так. Скотенье, земле, мы больше родения, чем храмовое услужение. Это неправильно. Вы своим это подскажите. Вы дети-то будете переделывать. Десять раз быстрее все сгниет, потому что оно неблагословенно. Ты жди субботний вечер. Мне так хочется служить в обновленном духе. По Ветхому Завету, пожалуйста. Вон все соседи деревни, они в воскресенье работают. На чем ты отличаешься? Мы все идем на храмовое служение. Сходили в ваню, отдохнули. Вот у нас дети не отдыхают днем, а в субботу обязаны отдыхать, чтобы прийти не дремать. Они ничего не знают еще. Для вас это новые уроки. Вы все вечные. Для вас где-то место приготовлено в раю или в аду будете гореть. Пользуйтесь этим моментом. Иоанн 16, 2. Исболит, правдив синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Вот как еще служит. И вылаживает верующих и убивает. Римлян 14, 18. Кто с ним служит кресту, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Чем служит? Обновленным духом. Римлян 15, 16. Чтобы мы были служителями Иисуса Христа у язычников. И совершать нам священнодействие и благовествование Божие. Дабы сие приношения язычников было приятно Богу. Это Павел говорит о благовестии. Вот это твое служение. Кому ты скажешь, с кем встречаешься, кто твои ближние. Что-то ты пишешь, говоришь. И думай, этим я должен прославить Господа. Поэтому ты будешь ненавидим людьми. Угодить людям невозможно. Духовно это понимает. А недуховно вообще не поймет. Евреям 12, 28. Будем служить благоугодно Богу. С благоговением и страхом. Как служить? В обновлении духом. С благоговением. Благоговением. То есть трепетно. Как бы не разрушить. Я иду в храм. Мысли все убери лишние. И страхом. А если я пропущу. А Господь придет в церковь свою. Здесь миловать. А меня там нет. Это страх Божий. А без страшного. Можно в ответ многие слова наговорить. Но все это кончится. Мы постоянно получаем известие. Знакомый умер. Знакомый умер. И когда-то скажет о нас. Он жил и он умер. И откровение 19.10. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, ангелу. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова и Дух Пророчества. А этот Дух Пророчества как раз подскажет тебе, кому кланяться. То есть единому Богу. Итак, в день памяти, сошествия Духа Святого, пусть это исполнится на каждом предстоящем здесь. И чтобы мы в обновлении Духа вышли и с радостью обвинулись на все, что вокруг есть. Это все дал нам день Господь. Обнови нас с Духом Святым, Господи, чтобы с кем мы встретились, могли сказать, пошли нам людей таких, пошли нас к людям таким. Аминь.